Если представить, что мы можем обеспечить синхронизацию не только на периоде одного импульса следования, но на каком-то отличном от нуля, ну вот, скажем, на пяти. Мы можем гарантировать, что наш приемник и источник не рассинхронизируются в пределах пяти передовой выводов. Мы можем сделать следующее. Мы можем каждые четыре бита, передаваемые информации, закодировать битами последовательности, в которые мы будем обязательно иметь переход. То есть еще один пить? На каждые четыре бита мы будем добавлять переключающий какой-то сигнал. Вот так и называется. Когда мы берем четыре нуля, мы их заменяем во время передачи на вот такую последовательность. Если мы берем ответственно нон 0, надень, выкинем на... И это для каждой из шнадцати вариантов, да? Правильно. Ну, перерисовывать не будем, на самом деле, это не очень интересно. Ну, верно. Да. А для третьего еще раз так будет. Тут есть какие-то закономерности или это просто как-то вот совсем? Тут не закономерность. Тут по добрым дойдем, потому что... Да, они были максимально разные? Максимальное количество переходов. Вот здесь у нас шестнадцать итоговых комбинаций. Здесь, соответственно, тоже шестнадцать комбинаций, которые... На день больше занимают. А сколько всего возможно комбинаций из пяти символов? В два раза больше, чем из шестнадцати. Ой, из четырех. Сколько? Два в пять. Тридцать два. Тридцать два. Т.е. мы имеем еще плюс шестнадцать комбинаций, прием которых на ударной стороне говорить о чем? Что-то неправильно. Что-то не так. Если мы приняли одну из запретных комбинаций, мы уже совершенно спокойно и точно знаем, что у нас возникла ошибка. А если можно, там, несколько из этих шестнадцати не используют комбинации, использовать для служебных команд? Нет, поскольку это физическое кодирование сигналов. Это до команды. До понятия команды. Это синхронизация электрического источника и электрического приемника. То есть... Командами они еще не оперированы. А если вдруг... То есть, эти таблицы создавали, чтобы минимизировать вариант прочтения одной комбинации к другому? Да. Но если все-таки такое произошло... То мы на приемнике совершенно точно знаем, что у нас ошибка выявила. Нет, если произошло так, что нам вместо одного правильного пришло другое правильное. То есть не то. Вот такое из них. А? То это мы можем проконтролировать уже потом. А, ну, просто мы снижаем... Где мы считаем ЦРЦ и тому подобные вещи. Но вероятность этого гораздо ниже, чем у всех предыдущих револей. Да. Плюс еще такое здесь. За что я ругал только что Манчестерский код? Можно правильно здесь. А правильно ли мы не можем? Мы можем, во-первых, проверить. А во-вторых, здесь у нас раскопло несущие желан. А здесь во сколько у нас распухает на существо? На 1,5. На 1,5. На 1,5. Это гораздо выгоднее. Точнее 1,4. Ну, как бы с какой стороны считать? Ну... Таким образом, для технологии ТОБСЦ... Ты вам знаешь, что это означает? Нет. Отлично. Для вот этой технологии ТОБСЦ фаста зерна, где мы передаем данные со скоростью 100 мегабит. Сколько нужно иметь пропускной способности провода? В нем 125. 125. Всего же. В то время как при сохранении манчестерского кодирования, как в обычном технологии интернет, нам бы пришлось придумывать провода на 200 мегабит. А это дорого. Просто, просто очень дорого. И, опять же, на таких частотах мы очень часто натукаемся на ошибки. Поскольку мы не знаем, правильно или неправильно мы их просчитаем. Здесь мы хотя бы часть ошибок вовим на... В то время как вовремя... ...